В 2016 году Национальный банк Украины повысил требования по уставному капиталу до 120 миллионов. И это стало только началом. Там планировали эту планку постепенно повышать. Таким образом, на 11 июля 2017 года требования по капиталу составили 200 миллионов. А к 2024 году эта сумма должна возрасти до полумиллиарда. В результате, естественно, не все банки смогли в этой ситуации выполнить это нормативное задание. Сегодня у нас на последнюю дату, это по результатам первого квартала 2017 года, у нас 34 банка не выполнили это нормативное обязательство. А ведь эти 34 банка составляют почти 40% от общего количества банков всей страны. Но специалист уверен, выход есть и их даже несколько. Во-первых, увеличить размер уставного капитала могут сами собственники личными средствами или же привлечь иностранный капитал, либо перенаправить дивиденды. А вот третий, самый оптимальный, по мнению эксперта, вариант – это реорганизация или слияние банков. Но и тут не все так хорошо, как хотелось бы. Из-за того, что в Украине все еще есть так называемые карманные финансовые учреждения, то слияние – не самый популярный вариант. Имеется в виду не величина уставного капитала, а карманный банк – это подчинение работа банка в интересах собственника одного или группы. Так как у нас собственники, очень часто собственники банков не желают сливать свои капиталы, потому что они могут быть конкурентами на рынке, у них могут быть какие-то противоречия просто. Тем не менее, экономисты уверяют, заставлять банки выбирать и решать проблему самостоятельно тоже неверно. Надо начинать с корня, то есть с самих условий Национального банка. Сегодня просто Национальный банк должен пересмотреть, не наказывать эти банки, он должен пересмотреть эти условия с учетом продолжающихся военных действий на Востоке, с учетом проблем с нашим бюджетом. Так что ситуация с банками пока не ясная, но понятно одно, что если она не изменится, то наша экономика все же пошатнется.